Сегодня во всем мире отмечают Международный день слепых. Дата приурочена ко дню рождения французского педагога Валентина Гаюи, который основал первые школы и предприятия для людей, лишенных зрения. С тех пор стало очевидно, что они могут полноценно жить и работать. Доказывают это ежедневно и члены дагестанского отделения ВОЗ. Здесь незрячим помогают получить образование, найти работу и кружки по интересам. Подробности Ульяны Парчуевой. Стежок за стежком, бесформенный мешок превращается в тугой и прочный матрас. Фатима Алилова уже 30 лет работает на фабрике по изготовлению постельного белья. Пришла сюда, когда сотрудников было раз в 20 больше. Почти тысячи человек обеспечивали продукцией, республику и всю Россию. Сегодня производство всё больше автоматизированное. Но с ручной работой ничто не сравнится, уверена мастерица. В день Фатима может сделать 20 детских или 5-6 стандартных матрасов. Всё равно вручную машинка не сравнится. Поэтому мы думаем, что вручную. Мы уже сколько работаем здесь, много лет. Но мы, конечно, хотели бы, чтобы наша администрация города чуть-чуть нам помогла с работой. У нас вообще очень мало работы. Вот мы чем дома сидеть, нам как-то отвлекаемся на работе. Для людей с ограниченными возможностями в Дагестане не так уж много работы, говорит Фатима. В республиканском отделении Всероссийского общества слепых состоит больше 7 тысяч человек. Каждый из них был бы рад чем-то заняться, приносить пользу обществу. На фабрике, к примеру, работает всего 50 человек. Больше пока не требуется. Начало было сложно. Сейчас я привыкла уже. Как-то мы же большинство как-то по ощупь тоже идём. Так нормально. Нет. Поскольку даже хочется среди людей, общения побольше было среди своих людей. Конечно, в этом кругу очень хорошо бывает. Швейный цех работает около 60 лет. В производстве используют только натуральные материалы – шерсть, вату. Так шили ещё наши бабушки, говорит член правления дагестанского отделения ВОЗ Шамсудин Ханов. Незрячие люди охотно выполняют предложенную работу, но заказов в последние годы очень мало. Выручают тендеры, которые объявляют детские сады и больницы. Цены очень низкие по сравнению с среднейшими ценами, которые существуют. У нас очень качественное выполнение вот этих всех заявок, потому что мы выполняем из хорошего материала. Нам хотя бы беспроцентные суда, вот наша дагестанская правительство, выделено бы. У нас очень много есть намеченных целей, которые мы должны были. Даже мы бы их в течение полтора-два года погасили бы. Но, к сожалению, пока нам сколько мы не обращались, никто не помогает. Дагестанское отделение Всероссийского общества слепых переживает не лучшие времена, признаётся Шамсудин Ханов. Желающих работать много, однако трудоустроить получается не всех. Ситуацию улучшило бы, по мнению руководителя общества. Если бы больше предприятий региона могли предоставить рабочие места людям с ограниченными возможностями.